Наверняка почти все из тех, кто любит музыку, слушает ее, увлекается, интересуется, иногда даже делает эту музыку, слышали о Хармон Карден. И это не просто два слова откуда-то из индустрии аудио, это целая история, которая стоит за этим названием. И неудивительно, ведь аудиофилы всего мира предпочитают покупать эти системы, ставить их у себя дома, слушать музыку, наслаждаться этой музыкой и получать от нее удовольствие. И вот не так давно производитель выпустил новую линейку, которая называется Citation. Эта линейка примечательна не только тем, что все компоненты могут работать как вместе, так и порознь, но и кое-чем еще другим. Я ее послушал, потрогал и готов рассказать о ней. Название Citation берет свое начало в 1959 году. Именно тогда появились первые компоненты этих аудиосистем, и все, кто их тогда слушал, просто восхищались тем, как можно было настолько свести к минимуму искажения, прочие шумы и вообще какие-то помехи при воспроизведении музыки. Если что-то и появлялось, то это было по вине других компонентов, не относящихся к самой аудиосистеме. В тот момент бренд Harman Kardon еще больше укрепился на фоне конкурентов и до сих пор не упускает своей позиции. Они сделали то, чего для них не делал никто и до сих пор пытаются следовать в этом ключе. Не зря же Сидни Харман говорил, что технологии должны служить музыке, а не наоборот. В наше время компонентная система Harman Kardon Citation получила второе рождение. Признаюсь честно, когда мне рассказали о ней, я немного путался, так как компонентов очень много и непонятно, как их надо между собой соединять. Но стоило мне еще раз пробежаться по всем этим компонентам, и я понял, что подход очень похож на тот, который мы встречаем у Apple. То есть есть определенные устройства, например, как iPod для музыки, iPhone для того, чтобы позвонить, iPad это почти компьютер. Также и здесь каждый компонент отвечает за свою задачу, и надо просто понимать, для чего он нужен. Ну а когда вы уже поняли, для чего он вам нужен, вы просто покупаете его и будете спокойны за то, что он практически лучший. В линейке Citation есть свой саундбар, который состоит из целых девяти динамиков. Кроме шести низкочастотных излучателей есть три твиттера. Все вместе это уже само по себе способно выдавать звук в формате 3.0, а если дополнить этот элемент другими компонентами, он станет центром системы 5.1. Саундбар получил название Citation Bar и имеет мощность 150 Вт, при этом может воспроизводить звук в 24-битном формате с частотой 96 кГц. Ну а для подключения на корпусе есть целых 4 HDMI. Они позволят подключить большое количество источников и напрямую вывести сигнал сразу на телевизор. Для подключения к Wi-Fi используется диапазон на 2,4 или 5 ГГц, что будет особенно актуально в многоквартирных домах. А для удобства управления на верхней панели есть цветной сенсорный дисплей. Хотя, возможно, все-таки его функция больше декоративная, потому что в комплекте есть пульт и, наверное, все-таки удобнее управлять пультом, не вставая с дивана. И, кстати, Citation Bar может работать как сольно, так и в составе акустической мультирум-системы. Если только саундбара вам мало, то к нему можно подключить сабвуфер, передние каналы, задние каналы и сделать полноценную 5.1 систему. А все компоненты выполнены в одном стиле, поэтому выбирать вам придется только между цветом ткани. Это будет либо вот такой светлый, либо вот такой темный. И, кстати, эта ткань не только не горючая, отталкивающая грязь и воду, но и заказывается она у студии Квадрат, которая известна своими тканями для элитных аксессуаров. Если домашний кинотеатр вам не нужен и вы любите просто слушать музыку, то в линейке Citation для вас есть и другие аксессуары. Это Citation One, Citation 100, Citation 300, Citation 500 и Citation Tower. Все эти колонки могут работать как в сольном монорежиме, так их можно объединить и в стереопару. Для этого достаточно купить просто две одинаковые колонки, настроить их как стереопару и звук станет не просто громче и чище, он станет еще и объемней. Если и это не то, что вам нужно, то вы можете купить компоненты системы Citation и расставить их по дому, подключить их все к одной сети и воспроизводить музыку по всему дому, то есть во всех комнатах. Например, вы можете поставить одну колонку на кухне, одну в ванной, одну в коридоре, одну в спальне, одну в кабинете и у вас везде будет звучать одна и та же музыка. Опять не устроило? Пожалуйста, подключайте только один источник звука, выбирайте его из списка и воспроизводите музыку только там, то есть в какой-то одной комнате, а не везде. А потом просто переключаете и будет вам счастье. Ну, то есть музыка по всему дому. Воспроизведение на этих колонках через AirPlay 2 выглядит следующим образом. Допустим, у меня воспроизводится какая-то композиция. Сейчас она звучит с iPhone. После этого я хочу ее воспроизвести в какой-нибудь комнате или, например, на всех колонках в одно единое время. Нажимаю вот сюда и у меня появляются все колонки, какие у меня есть. Выбираю то, что мне нужно. Допустим, хочу в кабинете и в столовой воспроизводить. Делаю в кабинете погромче и все, я могу слушать музыку на тех колонках, на которых хочу. После этого я ушел из кабинета в столовую, хочу, чтобы там было погромче. Делаю вот таким образом. Ну, или регулирую громкость одновременно на всех устройствах, то есть единым ползунком. Воспроизведение музыки возможно как через Bluetooth или Chromecast, так и через AirPlay 2. Это позволяет менять громкость каждого источника непосредственно с iPhone. Сама музыка может быть с любого из более чем 300 потоковых сервисов. Если вам лень доставать смартфон из кармана и отправлять музыку на колонку своими руками, можно попросить это сделать голосового ассистента от Google. Остальные функции помощника тоже будут доступны при этом на всех компонентах. Отличия между компонентами идут по нарастающей. Самым базовым вариантом из тех, что я перечислил, будет Citation One. Это колонка с мощностью 40 Вт, которая имеет один пассивный излучатель и один твиттер. Она устанавливается где-нибудь в относительно небольшом помещении и способна наполнить его хорошим качественным звуком. Если вам нужен звук где-нибудь в спальне или на кухне, это будет идеальным вариантом. При небольшой мощности она не имеет небольшие габариты и выдает очень качественный звук для своих параметров. Если вам нужно что-то большее, то это вот такая Citation 100, которая будет не намного больше, хотя, с другой стороны, кого интересует высота колонки, как правило, она никому не важна. Но при этом она будет уже иметь мощность 50 Вт, она будет более мощной, она будет покрывать больше объема территории, у нее сверху будет сенсорное управление, а к сети она будет подключаться маленьким аккуратным проводом, который входит в нее вот с этой стороны, здесь снизу, выходит через специальный канал и подключается к розетке. То есть, если вы поставите ее в угол или к стене, вы даже не заметите этого провода и вам ничего не будет мешать. Обе эти колонки, еще раз повторюсь, отлично звучат, но они не для дискотек. Да, их можно подключить в стереопару, да, будет лучше. Но если вам действительно нужно что-то большее, то это начинается уже в следующей модели. Например, вот такая Citation 300. Она весит уже достаточно много, она прямо увесистая. А все из-за того, что в нее внутри находятся две пары твиттеров и низкочастотных динамиков. Они обеспечивают гораздо более громкий, более качественный, более чистый звук. При этом мощность составит уже 100 Вт, и для управления у нее появляется один интересный элемент. Сверху на верхней панели есть сенсорный дисплей цветной, на котором отображается название альбома, отображаются все основные настройки, вы можете просто тыкать в нее пальцем и все менять, что вам нужно. Ну а для громкости есть просто плюс и минус, обычные сенсорные, которые очень удобные. Хотя, если их нажимать, то на экране появляется ползунок, который, опять же, можно двигать для более точной, детальной и быстрой настройки громкости. И также сверху находятся два микрофона, которые нужны для того, чтобы слушать вас, когда вы обращаетесь к голосовому ассистенту, установленному в эту колонку. Если и этого вам будет мало, то есть вот такой вот монстр Citation 500, который весит просто немеренно. Я ее сейчас даже еле поднял, чтобы перетащить сюда. По конструкции она близка Citation 300, но этот монстр мощнее, он выдает уже 200 ватт звука. У нее также сверху есть сенсорный цветной дисплей, у нее есть в сенсорной кнопке громкости два микрофона. Она в такой же красивой тканевой упаковочке находится. В общем, классная колонка, звучит она очень громко. В нашей студии примерно 50 квадратных метров. Мы ее слушали на 15% громкости, и то нам казалось, что это громко. Если ее выкрутить на 50, она просто орет, но при этом звук не срывается. Звучит она очень чисто и хорошо, даже на большой громкости. И если вам надо наполнить большую комнату звуком, вот это, наверное, будет очень хороший вариант. Потому что что, если не она? Хотя есть еще один компонент. Но прежде чем рассказать про него, я напомню, что все эти колонки поддерживают звук в 24-битном формате с частотой 96 кГц. Ну а теперь о самом интересном. Это Citation Tower. Своё архитектурное название эта колонка получила за счет необычной формы. Это что-то среднее между пирамидой и башней. Несмотря на внушительные размеры и не менее внушительный вес, в интерьере колонка смотрится очень воздушно. Возможно, за счет тонкой ножки, на которой она стоит. Звук Citation Tower выдает просто фантастический. Это нельзя описать словами, это можно только услышать. Но поверьте, звучит она реально классно. И, кстати, эти колонки продаются парами. То есть вы можете просто поставить две этих башенки у себя где-нибудь в гостиной, или можете запитать их в систему домашнего кинотеатра, подключив воедино Citation Sub, Citation Tower, Citation Surround и Citation Bar. И вы получите полноценный 5.1 звук очень высокой мощности, которого хватит для того, чтобы озвучить даже самую большую гостиную или, может быть, даже такой в некотором роде маленький кинозал. Там она тоже справится, потому что мощности этой системе более чем хватит. Несомненно, важным плюсом любой акустики Harman Kardon будет ее звук. Кто сталкивался с ним, тот понимает, о чем речь. Но кроме качества звука, именно система Citation позволяет настраивать все в доме так, как вам нравится. Вам не надо будет покупать много колонок, думать, где их поставить, потом пользоваться ими по отдельности. Достаточно будет просто купить несколько компонентов линейки Citation, расставить их по дому, и вам больше не надо будет задумываться о музыке. Она у вас теперь просто будет, и будет у вас везде, если она вам понадобится. Не это ли крутая особенность? Приятно, что в погоне за качеством звука производитель не забывает и о внешнем виде своих устройств. Все они имеют приятный минималистичный дизайн, за который, кстати, производитель не раз получал престижные награды в сфере промышленного дизайна, потому что эти колонки действительно стоят того, чтобы обратить на них внимание. В конце концов, в премиальной акустике все должно быть премиально, не только звук, но и внешний вид. На этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, добро пожаловать в наши специальные телеграм-чаты. Ссылки будут, как обычно, в описании к этому видео. Ну и, конечно же, до новых встреч. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok